когда мы переезжали на юг то на первом этапе пока не приобрели свое жилье мы жили у дочери в краснодаре чтобы понять этот город надо в нем пожить какое-то время так я поняла в этом городе надо жить в своем райончике желательно чтобы в нем была вся инфраструктура это школы садики больница почта поликлиника такие районы есть на жилье очень дорогое более доступны новые строящиеся районы но в них нет ни школ ни садиков не больниц это город в котором строят и строить жилье много жилья совершенно не заботясь о школах садика в итоге в школах по 15 и более первых классов а в больницах 100 человек это обычно очередь в регистратуру вылечиться оперативно можно только частных клиниках иначе зайдешь по больным выйдешь еще с тремя болячками а мне выросших в сибири катастрофически не хватало лесов деревьев во дворах да даже просто парков либо скверов краснодаре негде отдохнуть от валящего солнца или отдышаться от выхлопов машин есть парки которые по пальцам можно перечесть парк галицкого чистяковская роща солнечный берег но до них еще добраться надо на дорогах пробки хорошо если вы попали в пробку на своей машине а если на общественном транспорте в котором людей как селедки бочки набилась жара кондиционера нет все потеют в общем одище краснодар как был когда-то маленькой за асфальтированной деревней так и остался в плане дорог они как были узенькими так и остались никто не попытался как-то их расширить это же надо было приложить массу усилий снести какую-то часть старой застройки расширить дорогу но никто этого не сделал и дороги настолько узкие что иногда трудно разъехаться парковок практически нет и люди оставляют свои машины прямо на обочине тем самым еще делая проезд уже каких-то гуляний фестивалей в краснодаре просто нет в сибири это масленица день шахтера день металлурга это все массовые гуляния и празднования зимой это ледовые горки с горками и ледовыми фигурками краснодаре это день города и небольшой такой салют берега реки кубань на рынке труда все очень печально за перенаселение тот дикая конкуренция жутко развита кума ствол блат взятки зарплаты низкие 10 25 тысяч вакансии свободные этой менеджеры по продажам и риэлторы деньги риэлторы делают впаривая приезжим второсортные новостройки за огромную компенсацию единственный шанс подзаработать это и уезжать на побережье летом в сезон отдыха туристов многие приезжают краснодар потому что типа на море рядом но это не так да пока те до ближайшего пляжа джубки или лермонтово где-то 150 километров но летом особенно выходные жуткие пробки на трассе которые портят все наслаждение отдыхом на море да надо чтобы у вас был выходной и у вашей жены был выходной и чтобы погода была отличная чтобы не было на море медуз водоросли а море бы и не штормила поэтому кто живет в краснодаре и работает напряженно редко бывает на море очень много людей приезжают в краснодар еще из-за того что уровень жизни на севере риска упал нет таких зарплат больших какие были раньше они такие же 10 25 тысяч рублей в среднем редкие профессии остались хорошо оплачиваемые а жизнь намного дороже и тяжелее чем на юге но хорошо что работе нам пенсионерам уже не надо думать а вот о том чтобы гулять в парках скверах в лесу либо у реки это для нас было уже важно поэтому мы и выбрали такой город как горячий ключ сейчас живем здесь и радуемся у нас дом немного фруктовых деревьев цветы и все свободное время мы стараемся проводить на природе ездим на море посещаем дошли примечательностей кури в краснодарском крае очень много а вот насчет огорода можно не заморачиваться на рынках много овощей и фруктов а выращивать свои овощи здесь трудно нужно немало потанцевать с бубном чтобы выросли огурцы и помидоры и перцы вырастить то можно но надо еще придумать как выращено защитить от палящего солнца и от прожорливых насекомых и улиток слизней и так далее вредителей здесь очень много им здесь рай они же не вымерзают как на севере вот климат вот я считаю что климат не всем подходит как советуют многие желательно снять жилье и какое-то время пожить присмотреться не у всех есть такая возможность ведь приезжают в основном на месяц-два для многих приезжающих стрессом являются такие такая тема как друзья и родственники а это очень важно о которых никто практически не задумывается но переехав ты вдруг оказываешься в полном одиночестве друзей таких которые у вас были в прошлой жизни в детстве здесь уже не найдете так знакомые с которыми вы будете общаться потому что надо с кем-то общаться местные будут с вами дружить но это будет дружба в одну сторону вы будете дружить они просто будут пользоваться вашей дружбой народ здесь достаточно осторожный и хитроватый будут у вас все выспрашивать особенно любимая тема это о доходах а сами будут отмалчиваться хорошо бы тоже меньше доверять и рассказывать о себе а то при удобном случае доведется еще услышать типа по наехали тут очень часто переехавшие начинают страдать так как родственники остались там на севере невозможно же уговорить своих родственников сестру брата и детей чтобы они все бросили дома квартиры знакомых и переехали с вами к вам поближе многие совсем не согласны разделить вашу точку зрения что на йоге рай про себя я могу точно сказать что лучше здесь чем там где зима 6 месяцев и отопительный сезон 9 месяцев там коммунальные услуги очень дорогие и платить приходится все девять месяцев а частные дома там отапливаются либо дробами либо углем либо электричеством все равно все очень дорого выходит здесь на кубани почти везде есть газ а это значит что и отопление может быть газовая что намного дешевле дров угля и электричество а борьба со снегом надо всю зиму очищать дорожки иногда это просто так достает так что переезд это совсем непростое решение и выбор места жительства тоже если уверены что хотите поменять на неизвестность если уверена что вы держите то смело переезжайте но нужно быть готовым ко всему к жаре к одиночеству в плане если родственники остались там а вы тут поэтому очень важно сделать правильный выбор чтобы не жалеть о том что вы живете в каких-то каменных джунглях где нет возможности даже погулять просто дома дома сплошные дома окна в окна строят сейчас так близко если нужна работа и некогда будет разгуливать туда это краснодар а если не нужна работа или работа на удаленке или вахта то очень много молодых людей не только пенсионеры выбирают горячий ключ решать вам а я буду только рада если мои заметки мой рассказ вам пригодится а